Курская битва Мы обучали молодое пополнение и постепенно нас приближали к передовой. Мы ждали наступления немцев, потому что такая форма фронта была в виде дуги, как раз названной Курской дугой, что немцы обязательно должны были с ее концов пойти с Орла на Курск, из Белгорода на Курск и попытаться нас окружить. Но ни в мае, ни в июне они в наступление не переходили. Потом в июне месяце, и в конце мая, и в начале июня нас перевели на передний край обороны. Около села Гнилец. Наша пехота занимала самые передовые окопы. Мой взвод стоял около километра, метра восемьсот или километра от переднего края на высотке. Две роты пехоты было. Там взвод ПТЕ был на этой высоте. Моя задача была не пропустить танки противника по дороге Воронец-Гнилец. Воронец был на немецкой стороне, а Гнилец это у нас за спиной. И одно время поступил сигнал, что у немцев появились какие-то баллоны. И даже предположили, что они могли быть с боевыми отравляющими веществами. И нас тренировали спать в противогазах и заниматься боевой подготовкой тоже в противогазах. Между прочим, спать в противогазе очень тяжело, очень трудно. Вот мы укрепляли свои огневые позиции. Что такое огневая позиция? Это круговая площадка диаметром метров 10, глубиной 30 сантиметров над уровнем земли. Справа и слева глубокие такие окопчики, накрытые тоже деревьями и землей для хранения боеприпаса, для снарядов. Кроме того, укрытие для пушки. Это покатый склон с боевой площадки. И тоже накрыт бревнами и слоем земли выключен. И блиндаж для боевого расчета тоже в три наката. Сверху полметра земли. Вот такой объем земляных работ выполняли ребята из боевого расчета, когда оборудовали огневые позиции. Я, между прочим, был молодым парнем, очень дружил со всеми своими. И я никогда не сочковал, когда они оборудовали огневые позиции. Я всегда брал в руки и лопату, и лом, если надо, и бревна помогал таскать и укладывать. Ну, за это ребята ко мне очень хорошо относились. И вот, подходит июль месяц. Пшеница перед нашими пушками выросла, уже начала наливаться. Зерна появились. На фруйте такое состояние тихое, спокойное. То немецкий пулемет протарахтит, то наш Максим протарахтит. Ни снаряды, ни мины не летят. Так иногда случайная какая-нибудь пролетит, грохнет на пустом месте. И вот, 3-го числа нам сообщили, что по данным разведки немцы в ближайшие дни перейдут к наступлению. Наступил 4-е июля. Жара на небе, не облачко. И вдруг часов в 9 вечера, ну не в 9, в 7 вечера, наступила на фронт какая-то тишина. Ни одного выстрела, ничего, как будто и войны нет. И вдруг из лесочка небольшого немцы, из громкоговорящей установки, стали давать нам концерт, в кавычках, конечно. Они исполняли любимые нами песни русские, украинские. А между песнями говорили, что русские сдавайтесь в плен, убивайте коммунистов и комиссаров. Вам будет сохранена жизнь. Пароль для перехода в плен. Сталин капут, штык в землю. Когда будете переходить, не забудьте котелок и ложку. Мы вас будем кормить хорошо. А мы-то знали по зимнему наступлению, как они с пленными обращаются. И в одном месте расстрельных пленных, несколько человек, мы видели своими глазами. И жители нам рассказали, как что было. А в одной деревне жители рассказали и показали то место. Немцы загнали наших пленных в дом и заживо сожгли. Так что мы хорошо знали цену ихней агитации. Потом концерт такой прекратился. Тишина продолжалась быть, никаких выстрелов. Вечером старшина, как стемнело, привез нам на огневые позиции недельный запас питания, недельный запас махорки, воду привез. И мы понимали, что действительно вот-вот немцы перейдут в наступление. Ночь, конечно, мы не спали. Как только стало расцветать, мы увидели, что в немецких проволочных заграждениях проделаны проходы для танков, пехоты. И как только показался край солнца, восходящего на востоке, мы увидели в воздухе над немецкой территорией, над оккупированной территорией, много самолетов тяжелых. Они что-то некоторое время покружились над той территорией. Потом, с восходом солнца, значит, они на нас одновременно как-то и артподготовка со стороны немцев началась. И самолеты налетели, начали бомбить самую передовую, и вот наши ближние тылы. В том числе и на наши огневые позиции обнаружили, обрушились и бомбы, и снаряды, и мины. Грохот стоял. Мы в блиндаже не остались, потому что все-таки площадь, возможность прямого попадания больше, поэтому мы были в траншеях. Траншеи были изгибистые, чтобы в случае, если прямое попадание будет, чтобы хоть не всех сразу убило. Вот, и этот ужас длился три часа. Рвались бомбы, снаряды на брусвере буквально наших окопов. В окопы падали сверху осколки, потерявшие убойную силу, горячие шлепались. Попал, один снаряд попал в бочку деревянную с водой, у нас был самодельный душ сделан. Гарь такая стояла, вот говорят, пороха не нюхал. Вот мы-то уже за это время понюхали пороха. В горле першило, дышать нечем. Я пытался, высунуться нельзя было, я пытался через перископ разведчика посмотреть, что творится. Ничего не видно, темно, как ночью. Вот, и потом, когда немцы перенесли огонь в глубину нашей обороны, и дым стал рассеиваться, я увидел, что не только в нашем секторе обстрела, а по всему полю движутся немецкие танки. Впереди тигры, пантеры, крупные самоходные пушки в рядах, там идут шердинанд. А дальше более легкие, вот тяжелые танки Т-4. Вот. А за ними пехота. Значит, вот пока эти три часа немцы обрабатывали нас, они там уже захватили передовые траншеи нашей обороны. Занимали два полка, 712-й особенно пострадал сильно, почти все там погибли ребята. Ну, отступающих мы не видели. И когда немцы... Я стал считать, насчитал до 100 танков и сбился со счета. Состояние было, конечно, удивленное такое. И ребята удивлялись страшно. Мы не вытерпели, выкатили орудия из укрытия и по 10 снарядов выпустили по головным танкам немецким, когда до них было 600 метров. А 600 метров это расстояние ведения огня по танкам противника прямой наводкой. Ну, мы, конечно, «Тиграм» ничего сделать не могли. Три снаряда взорвались на броне танков, а 17 снарядов рикошетировали. И я приказал орудия закатить в отбой, орудия закатить в укрытие. И ждать, договорился с командирами орудия, ну, здесь же и при бойцах, что давайте подпустим метров на 400 и будем уничтожать танки Т-4, которые сзади «Тигрыш» и «Пантеры» идут.